Итак, представьтесь, пожалуйста. Что вы говорите? Ну, ваша фамилия, имя и отчество. Так, ну я, мальчик Михаил Ефимович, 1923 года рождения. Хорошо. Михаил Ефимович, вспомните, пожалуйста, предвоенные годы. Как люди воспринимали нормализацию отношений с Германией 1939-1941 годов? Было ли ощущение надвигающейся войны? Не в коем случае. Я всегда был в таком мнении, что с Германией будет мир, мирное отношение. Понятно. А с чего вот это мнение складывалось? Из частных разговоров, может быть, из газет, политзанятия? Как вы лично воспринимали происходящее? Это согласно газет читали. Независие, в общем, с немцами заключен мирный договор. Хорошо. Как вы узнали о начале войны? Какова была ваша реакция? Может быть, реакция ваших близких? Как тут сказать, что я не поверил сначала. Я кончил только 10 классов учиться. Мы на вечере были в Гатемаре. Пришли оттуда, где-то, 12 километров. И здесь извещают, что с Германией война. А мы не верили. Нет, с Германией войны у нас не будет. И здесь записан факт о ненападении. Так он не верил. Хорошо. Вы сами слышали речь Молотова 22 июня 1941 года? Нет, я в гостях был в другом селе. Хорошо. А речь Сталина, может быть, 3 июля 1941 года? Нет. Нет, нет, нет. Хорошо. Расскажите тогда о том, когда и как вы были призваны в действующую армию. Так, все, начать. То есть вас призвали или, может быть, вы как бы добровольцем пошли? Или уже был срок как раз служить в армии? Да, я пошел до добровольцем. Нас в райком комсомола вызвали в повестке, в ФОСОП. Я только, я в том числе, кончили 10 классов в Утемаре. Нас, значит, на комиссию вызвали. И спросили, желаете вы добровольцем пойти? Мы, как скажешь, не желаем. Вот. Наши настроения было такое, желаем. И, значит, 11 августа 1941 года уже был на призове, и мы поехали в часть Казани. Вот так началось у нас. Хорошо. В каких участиях, в каких сражениях, извините, вам пришлось принимать участие? Или операции? Так, я первый раз ранен был под Ржевом Калининской области, Калининский фронт. Ну, это легкое ранение я получил. Месяц только один я пролежал в госпитале. Выписали. И обратно на фронт. Опять вызывал часть, где я начинал время действия. Вот. Все. Может быть, вы участвовали в обороне Сталинграда или в Курской битве? А, нет. Я был под Ржевом, как я сказал, Калининской области. А второй раз, после ранения, попал опять на фронт и участвовал в освобождении Великих Лук. И Великий Лук мне второй раз ранен. Понятно. Может быть, вы можете вспомнить один или несколько наиболее ярких боевых эпизодов? Да нет. Так и вас ценевую. Особенно геройство такое. Очень особо. Может быть, были случаи, которые вам запомнились? Может быть, минуты, день, события, которые были самыми трудными? Как бы тяжелыми, опасными, может быть? Нет. Все трудные были находясь пока. Каждый день и каждый час полис висели. Инвалидом стал. Второй раз, когда раненые. Все они смертельные опасности были. Ну да, понятно. Имеете ли вы награды? Да, ну, орденовные. Какая для вас из них особенно дорога? И почему? Какая из этих медалей для вас особенно дорога? Это награды? Да. Одинаковые. И орден Красной Звезды, и орден Пятичной Войны. Одно и то же. Михаил Ефимович, скажите, пожалуйста, была ли вера в победу, в правоту своего дела? Обязательно. То есть волна патриотизма, она присутствовала? Тем более я воевал в наступлении, когда отступал я, у меня еще не было на фронте. Там могли быть еще такие мысли, что может быть и немцы захватят Москву, а я уже участвовал только в наступлении. И верили, мы же обязательно победим. Это хорошо. В начале войны Красная Армия потерпела поражение. Иногда говорят, что было много дезертиров, никто не хотел воевать. Это правда? Дезертиров были. Ну, нельзя сказать, что вот много, так много. А были дезертиры. Местовые. Хорошо. А как вот воспринималось в начале войны то, что Красной Армии пришлось отступать? То есть сначала же это было очевидно, то, что Красная Армия, ну, как бы терпела поражение, и то, что приходилось отступать в первые годы было тяжело, вот особенно. Ну, вера была, но все равно Красная Армия наберет сил, так говоря, этой, особенно немцев. Разгром под Москвой, тем более вера была, что и Москву отстояли, и дальше Красная Армия пойдет. Вера была всегда. Были ли среди ваших знакомых люди, которые сомневались в победе СССР над Германией? Нет, я бы с кем-то был, никто. Так не думал. Понятно. А что вы знали осенью 41-го года о положении под Москвой? Чего? Только что по сводкам, на самом деле, я еще не действовал в действии, а личные. Я сам лично не поднимал участие в августе месяце. Понятно. Михаил Ефимович, ответьте тогда вот на какой вопрос. Как солдаты на фронте воспринимали приказ наркома обороны номер... Приказ наркома обороны номер 227, ни шагу назад. Как воспринимался этот приказ? Ни шагу назад. Ну, как бы сказать, что... Ну, мы всегда думали, что так надо, иначе может быть дезертирство убежать. То есть нормально к этому отнеслись, да? Да, нормально, жестокость нужна, иначе без жестокости армия его могла не выстыть. Слышали ли вы во время войны о заградоотрядах, заграничных отрядах? Да. Приходилось ли с ними сталкиваться лично? Ну, как их вы сказали, я знаю, это... В заградоотрядах? Ну, это наши же. Наши там нестойкие товарищи, которых судили за дезертирство, чтобы они от нее опять не разбежались, вот, заграничные отряды охраняли их, чтобы никуда не девались. Им задание давали, что вот взять такую-то высоту, такой-то неслёный пункт, вот. Если он, этот товарищ будет, ну, товарищ Викторий, если будет ранен, то выходил, что он искупил свою вину кровью. Ее освобождали и в свою часть отпускали, откуда он раньше был. Приходилось ли вам лично сталкиваться с такими людьми? Как же? Обязательно. Да? Да. А что вы знали во время войны о штрафных ротах и батальонах? Ну, это самое, что возле штрафа, конечно, батальонах. Хорошо. Есть мнение, что на передовой никто не кричал за Родину, за Сталина. Это вымысел коммунистической пропаганды? Нет, в то время это реально не было. То есть кричали, да? Да. Так же. Ура, там, вперед, за Ленина, то есть за Сталина, за Родину, за Сталина. Это и так же. Хорошо. Расскажите о своих командирах. Расскажите о своих командирах. Я только знал, что наш земляк командовал фронтом Калининским, Пуркаев. Пуркаев, да? Да. Пуркаев. А там их рожденые лет, сколько прошло. Вот это, Пуркаев, я его видел, он приходил, выступал в лесу перед боем. Водушевлялся, что мы пойдем, разобьем. И вот поднимал на раме двух. Вот я видел, он в лесу выступал. Хорошо. Есть мнение, что советские военно-начальники не заботились о сбережении жизни солдат, не стремились воевать с меньшими потерями. Что вы думаете? Все было. Да. Ну, большинство-то по-честному, как говорят, а некоторые 30 лет нужно их архитизовать. Ну, это, может, меньшинство было. Понятно. А кого в армии вы считали наиболее выдающимися полководцами? К какому периоду войны относится эта оценка? Ну, все мы знали, кого. Жукова. Жукова, Баркасов, Сулкова, Ятушев, вот, потом еще по-меньше желания. А лично не встречались с Жуковым, например? Нет. Вот только я прокуркаю ее в школу, но на команду Калинча и вон там тоже. Ну да, конечно. А вот раз уж разговор зашел о полководцах, есть мнение, что Жукова на фронте не любили, называли мясником. Вам приходилось тогда слышать что-нибудь подобное? Нет, я чего-то, я никого не слышал. Я не слышал. Ну, кому-то не нравилась ее жесткость такая. А без жесткости, без дисциплины не победили бы. Он же вставал с машины, идут, солдаты бегут, куда? Вот, не скажу, с пистолет на руках, останавливал, вперед, назад, в свою часть. Вот только таким методом. Значит, это было необходимо, да? Необходимо было, конечно. Понятно. На фронте были люди разных национальностей. По вашему мнению, многонациональность это плюс или минус? Как сказать? Трудно. Наверное, в войско было много народу, а если куда их делать? И по национальным принципам шли, не это. Жаль, да. То есть это был все-таки плюс, да, наверное? Да. А возникали ли проблемы на национальной почве? Какие? Может быть, языковые барьеры или что-то типа этого? Да нет, это все-таки я не наблюдал. У нас были и узбеки тогда, кто-то приехал, и узбеки по 20-х аббатах. Они сначала не раздевались, шапоги не снимали. Им сказали, что жене отошлем, отошлем. Ну, потом стали привыкать, привыкли, как будто так и на, что узбек он был, или из Казахстана были русские, и татары, и мальтваев, и все одинаковые. Там не было бы национальных национальных вопросов нет. Это хорошо. Повлияло ли участие в войне на ваше отношение к религии? Тогда что-то этим у нас не занимались. А вы религиозный человек? Да нет. То есть особо над этим не задумывались, да, раньше? Нет. Нет. Тише, где-то, слышите, нет, нет, ничего, не было ничего. Скажите тогда, пожалуйста, что запомнилось из ваших встреч с населением во время отступления, во время пребывания в прифронтовых населенных пунктах? То есть приходилось же, наверное, между сражениями останавливаться в каких-то населенных пунктах? Ну, конечно, оставали, а я где-то зимой, в селенных пунктах, приходили, говорили, на нас, там столько-то человек, у вас будут, поначивались, вот, что-нибудь там заготовить. Как встречали вас люди в освобожденных городах, в селах? Неплохо. Хорошо, да? Не было такого, что я не пущу в свой дом, там, вот, заходили, побудем, там, сутки-двое, и дальше надо идти, а никто против вас не был. Может быть, были моменты, которые вам запомнились из этих встреч, вот, во время пребывания в прифронтовых населенных пунктах? Да. Да, вот он готовился на наступление, вот, а надо было идти в таком направлении, где населенный пункт большой, вот, значит, вызывают, там, командира, ну, высокого ранга, говорят, вот, надо в это все уйти и рассказывать людям, что здесь бои будут, давайте быстрее уходить отсюда. Вот, ага, вот я тоже участвовал, приходишь, вот, со слезами они, говорят, ну, подумайте, будут готовиться немцы, есть и наши, есть и будет стрельба, вот, ну, люди уходили. Потом через некоторые демонстры, двое, сколько, ну, сутки-двое, смотришь, как. Потом они вертались обратно, я участвую, понимаешь. Хорошо. А как вели себя наши солдаты в освобожденной Европе? В освобожденной Европе? Да, вам приходилось вот какие-то, нет, да? Я бы не знаю. Хорошо. То есть вы за границей не были? Вы были за границей или нет? Нет. Это первое, я говорю, что я подоржила, меня ранила, а сражался под великими луками, это наша территория. А каково было ваше отношение к врагу? Каким вы его видели, воспринимали? Да, как это вообще, они все, все, немцы, как будто, может, они и хорошие люди, но в данном, и в данное время все это враги наши, враги. То есть понятно, что их все ненавидели, да? Да, конечно. Первый пленный враг, которого вы увидели, ваше чувство, впечатление? Ну, как сказать, вот увидели, как их ведут с фронта, там, зашватили плен, вот я первый раз увидел. Отношение к пленам какие-то? Ну, так вот, что, ну, все немцы, это как вот, вот, враги, ну, что, вот, заклятые, вот, может, они вечны, вот так и будут. Вот, там, еще, все. Вы выделяли национальности, против которых воевали, например, румын, итальянцев, венгров, финнов, японцев. Для вас это был просто враг? Немцы, больше других национальностей не приходилось, понимаете. Понятно. Приходилось ли вам во время войны слышать о власовцах? Власовцы, как же. Они бросали эти самолеты в листовки, агитационного характера, развивайтесь, вот, солдаты бросьте вливать, они летят, солдаты наши для интереса возьмет, поймает, читает, командир говорит, не читает их. Ну, как, для интереса начальника, они летят, вот, их пачками раскидает, там, они в победу летят, возьмет, читает. Не вот он, у него мнение какое-то сложилось из-за этой листовки, а просто для интереса, посмотрите, и все. Видишь, там, командующий власов, начальник степа, Малышкин, полковник, как, сейчас помню, Малышкин. И я читал, так же, он дает, где гитату, здесь вот находишься. Ну, да. Вот я с ней побежал к немцам, достал и бросил. А как к ним относились на фронте? Как к ним относились на фронте? К кому? К власовцам. Власовцам, я не видел всех, с ним не сделали. Расскажите тогда, что представляло для вас наибольшую сложность в быту? Когда? Когда было труднее воевать, например, летом или зимой, почему? В какое время? Во время войны. Во время войны? Да. Я тебе как вопрос, я не понял. Ну, для начала давайте поговорим о том, как был устроен быт, вот, повседневный. То есть, что-то для вас представляло что-то? Ну, то есть, он был устроен или были сложности в быту какие-то? Это у кого-то, у меня или вообще? У вас. У меня? Да. Да, это так было. Легко никому не было. Ну, да. А когда было труднее воевать, зимой или летом? Как ты... А труднее? Да, труднее. Ну, конечно, зимой, вот, остановишься, так устанешь, солдат освоен, вот, в лесу елки, елки, листья эти, ветки наложишь, вот, ложишься, и сразу человек засыпает. Может, может, обмороется, как у меня командир, командир в зоне был. Ну, в общем, говорят, что смотрите с бойцами, иначе он заснет, проснется, ну, обмороженный, и строй выйдет. Надо воевать, он из строй выйдет или замерзнет совсем. Ну, вот, вставай, вставай, не спать, не спать, не спать, вот, не хочу не спать. А кого не спать, он встанет, сам еле живет, еще их надо поднимать. Ну, да. Боевая техника, оружие, свое противника, на равных шла борьба или нет? Оружие? Да. Ну, сначала, конечно, у них перелез был, большие потери, на шар, видите, вот. Но потом, и у нас, и оружие стало больше, и качественнее. А то эти вот самолеты, этот, этот, Пу-2, или там, это, У-2, они же фанеры закрыты, там, только покрашены. А потом встали какие-то самолетки, вот, Петлякова, там, или какие-то, месседжеты, и стреки наши. Ваше личное оружие, чем оно было для вас? Ваше личное оружие, чем оно было для вас? Какое? Да. Автомат? Был. Или пистолет, только командират. Хорошо. А вот с какими развлечениями в минуты и часы отдыха приходилось встречаться солдата за годы войны? Песни, выступления артистов? У нас не было. Нет? Нет, никого. Нет, и, может, артисты, кто приезжал, ничего, да, да. Нет, не приходилось в нас. У нас на выступлении, в наступлении некогда было. А как вы можете охарактеризовать отношения на фронте между мужчинами и женщинами? У нас же не было женщин. Не было женщин? Нет. Водка или спирт на фронте помогала она воевать или мешала? Водка или спирт на фронте помогала она воевать или мешала? Ну, это трудно сказать. Немножко, если то, храбрость придавала. Вот переломный момент, если водки дадут 100 грамм, выпьет человек, он храбрее становится. Может быть, для здоровья хуже, и выскочит туда, где не следует, может, его убить. Вот. Но храбрость прибавляет. Ура, давай, пошли. В это время, может быть, и лучше. Вот. Потраги. Вы писали домой, чтобы сообщить о семье? М? Вы писали домой, чтобы сообщить о себе? Домой письма. Писали? А что еще там писать-то? Ну, у меня мать дома осталась, сестра. Вы писали им или нет с фронта? Я писал редко, но не писали. Второй брат тоже на фронте был. Как сильно сказывалось наличие цензуры? Не помню. То есть, вот вы писали письма, да, наверняка? Цензура какая-то была или нет? При отправке писем. При отправке писем? Да. Так, то есть, нет. То есть, об этом никто ничего не говорил? Вы как бы не особо себе думали? Нет. Потому что мы просили вот эти треугольнички, вот, мы что раз, все, ну, приходят письма, говорят, это открытые или вскрытые. Вот, кто их вскрывал, или цензура, или, ну, у нас говорили, по чтению он, по чтению я говорю, не нужно. А это и цензура. Там некоторые строчки, где так зачерчено, или читать не нужно. То есть, Михаил Ефимович, вот вы были ранены, да? Два раза. Вот когда и где, можете рассказать? Да. Когда и где вы были ранены? Вот первый раз под Ржевом, да, вы говорили? Да, под Ржевом, 7 декабря 42-го года. А вот второй раз? Второе, 20 марта 43-го. А кто и как оказал вам медицинскую помощь? Товарищи. Ну, они, нет, лучше не товарищи. Я первый раз ранил вот в грудь, что от осколок. Когда так вот был, то он, в сердце вот сейчас попал. А я в это время повернулся, там наши бойцы, и осколок, разорвавшийся мили, вот прошел, здесь вот. Насквозь? Куртка была, она хорошая, ты взорвал шинели, взорвал. Ну, в грудь не попал, и, вот, слышно, так, как говорится, пузырь набил. Ну, здесь товарищи подошли, говорю, давай, откроем все, я говорю, не надо, крови мало, вот, я в деревню сейчас пойдем, и там сделаем, что надо все. Здесь не оказывали, ну, в деревню пришли, там. То есть вы не лежали в госпитале, да, после этого? Нет, я лежал месяц. А, может быть, вспомните, в каких медсанбатах и госпиталях вы лечились, если запомнили? Сейчас же я буду. Врачей, может быть, медиков каких-то запомнили? Сейчас, забыл. Ну, если нет. Я вот только в Сарамске вот здесь не забыл, я здесь лежал. Во время войны? Да. Ну, расскажите, если... Первый раз, когда, я говорю, что-то легко ранил, я месяц там пролежал, вот, в дом отдыха меня там направили, там еще немножко отдохнул. Я опять на фронт, вот, 20 марта, 43-го года, вот, здесь уже тяжело ранее было, по ногу. И вот в восемьдесят я много прошел всех дней, а вот потом приехал в Сарамск, здесь восемь месяцев уезжал в девенадцатой школе. В восемь месяцев? Да, только так, а все вот с ногой тринадцать месяцев уезжал в девенадцатой школе, а потом Шельшевская-кушерская школа, это техникум, или училище, училище. Не знаю, это очень много. Один восемь, два корпуса только, девенадцатая школа, и вот это самое, я здесь лежал. Понятно. Что Вы знали о союзниках СССР? Насколько ощущалась на фронте их помощь? Помощь большая, конечно. Они из питания, консервы здесь, вот, галеты, вот это, сало, очень консервированные, только их небольшой стоимостью на фронте. Сухари, там, вот, все, что присылали. Помогали много продукции особо. Приходилось ли Вам есть американскую тушенку? Конечно. Да. Где и как Вы встретили День Победы 9 мая 1945 года? Что делали и что чувствовали? В Саранске встретил я. Я уже, когда с девятнадцатой школы выписали меня. Вот, я поехал еще в Куйбышев, там штаб Ривова с военного округа. Вот, там меня оследствовали. И признали, что не был один уже больше. То сначала при фронтовой полосе мы будешь, а это все написали, отправить на тыл в качестве военно-рука средней школы. Тогда военно-руки были. Меня посылали в школу, где экзамены задавали. И там были билетики с вопросами о военном деле. Хорошо. Какой фильм о войне лучше всего передает атмосферу тех лет? Не понял. Отношения между... Какой фильм о войне лучше всех, по Вашему мнению, передает атмосферу тех лет? О войне? Да. С участием Жукова. Какие там были, я очень люблю сын. Вторые, вторые, вторые. Третий раз смотреть. Там сам там участвовал по-близости. Хорошо. А современные фильмы о войне, они действительно более правдивы, чем снятые в советское время или нет? Не поднялся. Не поднялся. Каково Ваше отношение к современным фильмам о войне? Вот... Ну, есть такое мнение, что они более правдивые, чем снятые в советское время. Правдивые? Не сказал бы. Нет, да? Вот сейчас, может быть, немножко заглохло. А в эти одно время это некоторые находились в Жукова. Я этот, он скоро погубил солдат, там все. Вот. Сейчас немножко утихло, наверное. Хват был темною заниматься. Ну да. Да. Какой фильм о войне Вы посоветуете посмотреть молодежи? Какую книгу прочитать? Забыл, сейчас не скажу, наверное. Да? Да. Ну давайте еще тогда произведения какого писателя наиболее правдиво отображают войну? Вы вообще как к литературе относитесь? Я считаю немного, так что выбора здесь не знаю. Вообще военную я литературу читал, приходилось. Военные самые лучшие. Там и факты, и все. Не помните, да, какие книги? Может быть, они сражались за Родину, а Зори здесь тихие, батальоны просят огня. Их просто очень много, литература. Сейчас забыл я. Забыл, что это все прошло. Ну ничего страшного. Что Вам еще хочется рассказать, добавясь ко всему сказанному? Это все как бы... Да-да, обо всем поговорили. Да-да, обо всем поговорили. Вот, Михаил Ефимович, может Вам хочется оставить какое-то пожелание молодежи? Вот, пожелание или как бы наставление? Не знаю, вот Вы просто человек же опытный. Ну, как бы знаете, что такое жизнь и... Не знаю, может быть, что-то пожелаете будущему поколению? Быть правдивым, честным. Ну, что еще я могу здесь сказать? Принесить пользу Родине. Любить свою Родину. Не то, что себе там пора думать в дальнейшем. Ну, хорошо, спасибо за беседу. На этом закончим.